Добро пожаловать, уважаемые участники, на сегодняшнюю панельную дискуссию, последнюю сегодняшнего дня. Меня зовут Шон Кидни, я являюсь генеральным директором инициативы климатических облигаций. Мы являемся глобальной инициативой для нахождения решений по изменению климата. У нас сегодня очень интересные четыре дискуссии состоялись, и мы уже, наверное, сформировали у себя представление о том, что происходит сейчас глобально. В рамках данной сессии мы намереваемся рассмотреть, какие есть возможности с точки зрения зеленого перехода, перехода к зеленой экономике, и что для этого необходимо обеспечить. У нас очень интересные для вас спикеры Алим Фриганой, руководитель Таталь в Казахстане. Алим, вы потом, может быть, поговорите о вашей роли здесь в Казахстане. Ян Виллен Бандер-Ден, мой друг, руководитель климатического направления в ЕБРР, Европейском банке реконструкции и развития. И этот банк очень много усилий прикладывает для развития зеленых рынков фал в регионе. Виктор Коваленко, директор Центральной Азии, Закавказья, Украины и Белоруссии. Он консультант, который как раз знает, что нужно делать. Камила Сыздыкова, заместитель председателя правления по финансам и член правления, компания «Казатампром». И мы от нее услышим через несколько минут. И Жамарт Майминбаев, партнер современных инновационных технологий. Поэтому это наши спикеры. Мы знаем, в чем проблема. Мы знаем, какие проблемы нужно снимать по всему миру. Мы знаем, что в мире очень много экологических проблем. В Китае есть вопросы загрязнения окружающей среды. Особенно загрязнение среды городов. В Европе также есть и вопросы изменения климата. Этим занимается Европейская комиссия. Я выступаю в качестве экспертного советника для Европейской комиссии в этом направлении. И США, наконец-то, также осознали, насколько большая и колоссальная эта проблема изменения климата. Помимо этого, есть еще вопросы пандемии. Это был крайне сложный год. Сложный год для общества, для семей и для наших экономик. Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы по мере того, как экономика восстанавливается, восстанавливается, чтобы она восстанавливалась по зеленым каналам. Нам нужно на будущее восстанавливаться, а не на прошлое. И в этом контексте, в текущем году, мы также видим, что многие страны, ведущие экономики мира, берут на себя обязательства для того, чтобы решать вопросы изменения климата и трансформировать свои экономики. Китай также взял на себя обязательства стать углеродно-нейтральным до 2050 года. Я думаю, что Китай даже опередит эти сроки. Европейская комиссия и вообще Европа также взяла на себя обязательства по сокращению, значительному сокращению на 50% выбросов парниковых газов в 2030 году. И США, и Япония, и многие другие ведущие экономики мира взяли на себя такие обязательства. В Великобритании, где я нахожусь, взяли на себя обязательства сокращения выбросов парниковых газов на 68% в 2030 году. Поэтому 2030 год – это критически важный год для того, чтобы исполнять те обязательства, которые многие страны на себя взяли. Не для того, чтобы восстанавливать экономику, не то чтобы создавать рабочие места, которые мы потеряли во время пандемии, но также для того, чтобы обеспечить, чтобы экономить и общество, и места нашего проживания, чтобы они были чистыми, зелеными, и чтобы они исполняли те обязательства, те амбиции, которые мы на себя взяли по изменению климата, в частности, в рамках Парижского соглашения по климату. И Казахстан, наряду с другими странами Центральной Азии, является подписантом данного международного инструмента. Это будет означать радикальные, значимые изменения в индустриальной стратегии во всех этих странах. Мы уже видим, что происходит обсуждение, происходит диалоги о природе, выработке энергии, о том, как нужно обеспечивать опережающее развитие зеленой энергетики. Мы видим, что «Тоталь» взял на себя обязательства, это нефтяная компания, стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Может быть, Адам здесь побольше об этом говорит. И мы видим, что Китай, например, взял на себя обязательства о опережающем внедрении электромобилей и о полном вытеснении двигателей внутреннего сгорания, что, конечно же, будет иметь колоссальные последствия для нефтепереработки и добычи нефти и газа. Мы видим также и в Германии, были взяты обязательства по водороду и водородной энергетике, и в США также были такие ассоциативы озвучены. Поэтому изменение климата и борьба со изменением климата создает и возможности, в том числе и для Казахстана. У нас целая волна, девятый вал изменений, который формируется, который в настоящее время происходит, и наша задача в том, чтобы воспользоваться этими возможностями, встать на гребень этой волны. Мы все понимаем, что инвесторы хотят инвестировать в нечто зеленое. У нас уже есть доказательства этому. На рынке зеленых облигаций в настоящее время эти облигации выпущены на сумму 1,4 триллиона. На 80% рост всего лишь за один год, согласно прогнозам Standard & Poor's. Это уже доказательство того, что инвесторы направят свои деньги, если вы дадите им место применения инвестиций, место применения зеленые, устойчивые. И, конечно же, в Казахстане мы только находимся в начале этого пути. АЭФС, МФЦА, например, МФЦА, также есть упор на развитие зеленого рынка. Мы видим первые зеленые облигации, которые впервые были выпущены в Казахстане. И, конечно же, помимо этого, нужно очень много делать еще чего. Поэтому, наши спикеры, пожалуйста, Ален Фрегеной, запустите нашу дискуссию. Что вы видите, какие возможности есть здесь в переходе на зеленую экономику для Татали, для Казахстана и вообще для экономик мира? Большое спасибо, Шон, добрый день всем. Во-первых, хотелось бы начать с того, чтобы выразить благодарность организаторам за то, что пригласили меня и мою компанию Таталь на эту очень важную конференцию. Ну, наверное, для затравки. Что означает Таталь? Таталь – это добыча и разведка. Мы находимся в настоящее время в той точке времени, когда действительно уже есть поступательное движение, которое нас подводит к трансформации, заставляет нас идти на трансформацию. И это поступательное движение, конечно, будет ускоряться тем множественным кризисом, который у нас формируется в настоящее время. Это не только COVID, но это и экономические кризисы, и кризис ценно-энергоносителей. И что мы видим в настоящее время, что общество, с одной стороны, должны балансировать нарастающий спрос на энергию с задачей зеленой энергии. И как Таталь, в принципе, показывает, мы глубоко уверены в нашей компании, возвращаясь к вашему вопросу, что вот эта масштабная трансформация, эти кардинальные изменения в амбициях и чаяниях общества, они запускают новые траектории для новых возможностей также. Как Таталь Энерджис, у нас тоже амбициозные задачи, вы их упомянули, мы намереваемся с 2050 году, или даже ранее, углеродно-нейтральной компании. Раньше, если у нас получится по первому и второму компоненту. Мы также нацелены на то, чтобы у нас производство и энергоносители, которые используются нашими потребителями в Европе, также использовались зеленых в 2050 году. И, наконец, мы также нацелены на то, чтобы достичь 60-процентного сокращения углеродной интенсивности в энергетических продуктах, которые используются нами и нашими потребителями в 2050 году. И незамедлительный шаг – это минус 15% в 2030 году и 45% в 2040 году. И это по всем компонентам 1, 2 и 3. Поэтому наша амбиция в настоящее время в Total Energy, как глобальной энергетической компании, которая занимается нефтью и газом, но не только нефтью и газом, а также вырабатываем электроэнергию, мы будем внедрять углеродно-нейтральные решения как интегральную часть нашего бизнеса. Поэтому мы уверены, что это дает нам конкурентное преимущество, что создает также долгосрочную экономическую ценность и стоимость для наших акционеров и для стран, где мы работаем. Стратегия и изменение общества также подвели нашу компанию к пересмотру нашей стратегии для того, чтобы встраивать в нашу стратегию вопросы чистой энергии, защиты окружающей среды. И поэтому Total Energy приняло решение в следующие десятилетия увеличить долю ВИА и газа в нашем энергетическом портеле, балансе, и также провести массивные инвестиции ВИА и в проект ВИА, возобновляемых источников энергии. И мы намереваемся инвестировать 70 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия в ВИА для того, чтобы достичь 100 гигаватта возможностей электрогенерации через ВИА. Все это создаст, мы убеждены, не только позволит нам выполнить наши задачи по чистой энергии и энергетике, но также мы не должны забывать, что все это должно привести к более устойчивому миру. И поэтому Total Energy также будет выполнять и цели устойчивого развития ООН, и будем вносить вклад в это. И, конечно, изменение климата, и борьба с изменением климата является частью наших амбиций. То же самое также и борьба с бедностью и голодом. Это также должно быть частью наших амбиций. Это не только изменение климата. Поэтому мы уверены, что с данной стратегией мы также внесем вклад в эту большую волну, в этот девятый вал изменений для человечества, создавая при этом экономическую стоимость, потому что мы считаем, что очень много экономической стоимости здесь можно создать через эти вновь открывающиеся возможности, помогая таким странам, как Казахстан, достичь цели углеродной нейтральности к 2060 году и также предоставляя населению чистую, более надежную энергию. Также по всем этим причинам Тоталь принял решение поменять свое название в Total Energy. Поэтому это вот наше название, Total Energy, Total Energy, и это отражает те амбиции, которые я сейчас озвучила. Здесь в Казахстане Азаталь Energy запустила в различных секторах проекты, программы. Конечно же, мы в первую голову занимаемся разведкой и добычей, но мы также занимаемся и ВИЭМ. У нас есть дочерняя заявительная организация, которая занимается фотовольтайкой, и мы сейчас находимся в процессе увеличения ВИЭМ в нашем энергобалансе. Я об этом подробнее поговорю позже. И также две из наших ДЗО. Мы также занимаемся производством аккумуляторов для электромобилей. Я не хочу здесь долго говорить и злоупотреблять ваше время и время внимания, но мы говорим, что в каждом кризисе есть возможность. Обязательно есть возможность. И поэтому тот множественный кризис, через который мы сейчас проходим, тоже дает нам множественные и возможности для того, чтобы укрепить устойчивость по всему миру, для того, чтобы ускорять борьбу с изменением климата. И, конечно же, Total Energy – это будет одна из компаний, которая будет носить свой посильный вклад. Спасибо. Спасибо. Очень интересная история. Мы вернемся к вам попозже. Что касается деталей вашей стратегии, хотелось бы узнать конкретно на цифрах. Европейский банк реконструкции и развития Ян Биллем. Это очень важная организация, потому что вы помогаете мобилизовать частный капитал, и вы пытаетесь создавать рынки зеленого финансирования по всему миру. Скажите нам, что вы видите в качестве возможностей и в каком направлении должны страны регионы идти, в том числе и Казахстан, конечно же. Большое спасибо, Шон. Большое спасибо, что вы меня представили. Большое спасибо моим коллегам, спикерам. Всем хорошего дня в Казахстане. Добрый день всем в Казахстане. Хотелось бы вывести мою презентацию также и также поделиться нашими выводами, которые мы видим в реальной экономике, в развивающихся странах, также и выводы по финансовым рынкам. И я полагаю, что это, наверное, заставит людей серьезно рассмотреть, что же они могут делать по своим климатическим действиям и ускорять свои действия, потому что единственный путь для того, чтобы идти вперед, это пользоваться теми возможностями, которые у нас в рамках этих изменений возникают. Поэтому постараюсь сейчас вывести презентацию. Я буду лаконичен, я буду быстр. У меня презентация короткая. Я уверен, что потом организаторы всем разошлют мою презентацию для того, чтобы вы смогли прочитать ее в свободное время. В ЕБРР мы, конечно же, занимаемся переходом к низкоуглеродной экономике во всех странах нашего действия, нашего пространства. Я очень рад отметить, что наш совет управляющих утвердил нашу стратегию, что ЕБРР также полностью соответствует, и будет подписан там Парижского соглашения по изменению климата к следующему году. И это, во-первых, укрепит наш политический диалог в данном направлении. Таким образом, у нас появится политический мандат для того, чтобы помогать странам нашего пространства в этом переходе, но и также увеличит объем климатического и зеленого финансирования и позволит нам провести необходимые структурные системные изменения. И, конечно же, в сопряжении с ключевым мандатом футера у нас есть в ЕБРРР, вовлечение частного сектора также будет оставаться для нас крайне важным. И без частного сектора мы никогда не сможем исполнять обязательства в рамках Парижского соглашения. Только усилиями государственного сектора это невозможно будет достичь. Поэтому здесь есть обязательства, накладываясь и на частный сектор. Вот несколько также и потом те, то, что происходит, на что нужно обращать внимание сейчас. Как упомянул уже Шон, повышающиеся возможности того, что будут внедрены механизмы по углеродному налогообложению. Насколько я понимаю, это будет заседание Европейской комиссии, которая в этом месяце должна будет выпустить соответствующий регламент. И мы хотим уже давно все увидеть, что он будет из себя представлять. Но это однозначно станет основой для дальнейших изменений. Затем мы также в глобальной вирусной индустрии, мы также видим карбоновый рынок. Кроме того, есть требования по обнародованию информации, TCAP, где будут говориться о климатических аппликациях. В следующем году также ожидаются большие отчеты, которые будут делать Total Energies. Мне было интересно услышать, что делает Total в этом плане. Конечно, есть пандемия, которая оказывает влияние на все эти процессы. Есть у нас рабочая группа по масштабированию этих рынков, инициированная Марком Кони. И в Европе разработаны 55 пакетов, которые также будут облагать налогами еще несколько отраслей. И до конца года, и до конца 2026 года ожидается целая серия от коллектированных и обновленных целевых показателей по поводу выбросов. Несколько слов о том, что такое CBAM. Конечно, мы рассматриваем этот вопрос, этот пограничный налог, и карбоновые цены, как уже мы видели на прошлой неделе, удвоился, и на этом уровне цен. Это действительно серьезно изменит ПНЛ, которые останутся на уровне зеленых операций, скажем так, в Европейском Союзе. Но Европе необходимо также сделать так, чтобы не потерять производство, которое возьмут на себя другие страны из экологических мер. Поэтому эти вопросы будут учитываться при разработке корректирующего механизма. В Казахстане, на мой взгляд, уже осуществляются достаточно хорошие шаги, направленные, скажем так, на создание возможностей для создания углеродно-устойчивой экономики. И здесь работает схема, которая будет начата в Китае по торговле углеродными эмиссиями. И я здесь хочу очень вкратце сказать, что был разработан новый законопроект, который приведет к дальнейшему улучшению схемы торговли выбросами. И мы еще ждем... У нас еще есть по нему замечания. Мы считаем, что можно было бы его еще лучше улучшить. Как только сочетание вот этих более жестких целевых показателей Европейского Союза вместе с наиболее жесткими требованиями в отношении экологической целостности будут достигнуты, тогда мы увидим увеличение ценообразования в казахстанской схеме торговли выбросами. И это само по себе может привести к более высоким мерам по снижению углеродных выбросов с использованием таких новых технологий, таких как ВИА и других низкоуглеродных видов деятельности. Мы рассматриваем не только ситуацию в Казахстане, но и в регионе в целом. И в этой связи хочу упомянуть, что в Узбекистане мы тоже приступили к предоставлению поддержки в создании схемы ценообразования для углеродов в Узбекистане. Вопрос еще пока изучается, что она из себя будет представлять. Тем не менее, уже есть определенные подвижки в этом направлении. Есть очень большая заинтересованность, и эта заинтересованность еще и подкрепляется политическими целями, которые говорят о полной декарбонизации экономики и достижении нейтральности до 2050 года. Все это достаточно важные подвижки в регионе. Хочу показать немножко о том, что, преследуя все вот эти цели углеродной нейтральности и полной декарбонизации экономики в прошлом, на мой взгляд, в целом два направления, где регламенты имеют место. Первое – это которое было запущено в 2003 году на уровне ИС, когда были разработаны схемы торговли выбросом и были созданы карбоновые углеродные рынки, которые появлялись, потом исчезали, потом опять появлялись. ...потом появлялись в финансовом секторе, и много инициативов, как и в развитии taxonomy в Европе. Теперь, что мы видим, что есть проливерация стандартов и активов в этом направлении, и работа laid out, и cut out, для нас, также мы можем увидеть, как мы можем оценировать с этими notions, которые были демократены, в том, чтобы демонстрироваться, что обеимые системы сопровождают друг друга, а также будут в этом компетентах, или привести к дистортовым эффектам. So, in that sense, and I don't want to spend too much time on this, but we're doing a study now as to where we can combine the two things. That study will be published in a couple of weeks as to how these systems can better cooperate. Okay, thank you very much. Richard, over to you. Thank you, Jan Veldem. I've got an announcement going on in my years. I hope the producers can shut that noise down. But first, Victor, you're next. Tell us, you're trying to develop green markets in the region. What are the opportunities? Tell us, you're trying to develop green markets in the region. What are the difficulties? What can you do? What can you do? What can you do? It's the most important thing in the region. It's the most important thing in the region. It's the most important thing in the region. Why are we aware of them? Because we are aware of them. It's the most important thing in the region. 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 And this bridge in this puzzle сложится. And so, существующие инструменты, такие как зеленые облигации, станут хорошим инструментом для привлечения инвестиций с точки зрения устойчивых марков финансирования и в целом со стороны рынка капиталов. Но, с другой стороны, компании, которые уже инвестируют в декарбонизацию, в снижение выбросов и так далее, и другие экологические воздействия, они скажут, хорошо, теперь эти проекты становятся экономически обоснованными, теперь мы можем инвестировать в них не только потому, что мы должны следовать требованиям озеленения, потому что это глобальная тенденция, но также потому, что теперь это становится экономически выгодным. Это действительно сейчас происходит, вот это изменение? Думаю, что да. То есть, регламенты в стране еще не полностью внедрены, потому что они требуют разработки должных мер политики и осознания, но это произойдет очень скоро. И, на мой взгляд, бизнес не должен ждать, пока это полностью осуществляется, потому что тогда это будет уже слишком поздно реализовать этот процесс и предоставлять рекомендации о том, какими хочет бизнес видеть эти регламенты. Но, на мой взгляд, сейчас то самое время, когда необходимо провести своего рода карбоновое тестирование своих инвестиций, то есть проверить свои капитальные операционные затраты и налоговые платежи на их соответствие к карбоновым ценам. Это означает, что будет уже внедрение внутренних карбоновых цен и внутреннее управление компанией. И компании тем самым будут подготовлены к тому, как времени, когда этот регламент будет опубликован. И в то же время они успеют тому времени построить свои взаимоотношения с рынками капитала, чтобы быть готовыми для привлечения инвестирований, для финансирования таких проектов. Это вот та позиция, которую мы занимаем и которую мы продвигаем в бизнесе. То есть, Виктор, вы слышали меня, что я вам сказал, что я хочу, чтобы вы были очень успешными, потому что это симптом, это своего рода признак того, что происходит в Казахстане. Камила, в Казатампроме, у вас же тоже есть интересная история. Поделитесь, пожалуйста, с нами в отношении ваших взглядов и возможностей. Спасибо, Шон, спасибо вам за то, что пригласили меня сюда. Вопрос, который вы затронули, это какие возможности предоставляет сдвиг к устойчивой экономике. Я начну очень вкратце, сказав то, что есть достаточно большое количество вызовов для горнодобывающей отрасли в этом сдвиге к устойчивой экономике, которые могут создать вызов для достижения цели устойчивого развития ООН. То есть, с одной стороны, мы должны достичь устойчивого роста, но с другой стороны, нужно и реализовать другие цели, такие как касательно роста населения. То есть, мы должны обеспечить достижение эффективности. То есть, вся идея перехода к устойчивой экономике больше сводится к тому, как это сделать. То есть, нужно найти наиболее эффективный способ прямых снижений выбросов. И я хочу поделиться с аудиторией опытом о том, что Каза Тампром является производителем номер один естественного урана в мире. И мы отгружаем практически более чем 20 клиентов в разных странах. И все рыночные посылы, которые мы получаем от инвесторов во всем мире, от наших клиентов, говорят о том, что на данный момент различные энергетики считают, что единственным устойчивым источником низкоуклеродной энергетики и электричества является атом. И это, на самом деле, очень важный сдвиг в этом восприятии. И на данный момент атомная энергетика не включена в общую таксономию этой структуры, которая обсуждается уже сейчас. Но есть определенные рекомендации, которые предоставляются для того, чтобы изучить дополнительно этот вопрос, чтобы атомную энергетику рассматривали как источник низкоуглеродной электроэнергии. И на данный момент во всем мире работает более 400 реакторов с общей мощностью около 100 гигаватт. И ожидается, что оно будет расти на 20% в ближайшие 20 лет. И, может быть, также важно учитывать и понимать это уже сейчас, потому что цели, которые человечество ставит перед собой, они очень сложные. 1,5% снижения температуры, повышения температуры потребует очень серьезных действий. И их необходимо поддерживать со всех сторон. С денежной стороны, то есть в виде налогов, которые обсуждаться будут после. Но и прямые прекращения и снижения температуры. И атомный рынок, и атомная энергетика рассматриваются как стабильный источник низкоуглеродной энергетики. Спасибо, Камила, спасибо за ваш комментарий. На самом деле, очень большая работа стоит перед нами тем, чтобы перейти к этим новым энергосистемам. И сейчас ведутся обсуждения в Европе по поводу естественного урана. И я хочу поделиться опытом, который проработал эта рабочая группа. Атомная энергетика низкоуглеродная. Соответственно, это уже не обсуждается. Да, она низкоуглеродная, абсолютно актуальна и должна быть включена. И есть другие вопросы, как, например, утилизация отходов и так далее. Это все надо решать, но, тем не менее, это решаемо. И комиссия собирается дать разъяснение по этому вопросу в ближайшее время. Но другие страны, такие как Китай и в Соединенных Штатах, атомная энергетика является частью этого обсуждения. Американская администрация предусматривает определенные стимулы для развития атомной энергетики. То есть достаточно серьезное обсуждение ведется сейчас во всем мире по этому вопросу. И ключевой момент здесь, как перейти к этому. И я хочу попросить Алим прокомментировать это. И хочу прекратить первую часть и перейти сразу к вопросам и ответам, потому что у нас мало на это времени. Итак, Зобот, у вас есть очень интересные вопросы. Расскажите, что происходит и какие возможности предоставляются вашей компании. Спасибо, Шон. Спасибо всем. Я сейчас в командировке в городе Казаларда на юге Казахстана. И сейчас здесь плюс 57 градусов тепла. Действительно, то, что происходит с нашим климатом, мы это ощущаем здесь. Страна действительно... Все страны страдают, независимо от того, где они находятся, возле мира, возле моря или в середине континента. И я, поскольку было очень жарко, мне пришлось переустанавливать часы три раза, они просто прекращали работать, и наша кондиционная система кондиционеров практически парализовала сети в городе Казаларде. Я хочу начать с демонстрации своего экрана. Вы видите его на экране, да? Хорошо. Мы назвали свою компанию DeCarbo, где мы рассматриваем установки по снижению выбросов CO2 на основании технологий блокчейн, которые продаются на специализированной платформе. Это как происходит оборот CO2 и как эти установки влияют на снижение CO2. Продолжайте, пожалуйста, же, Март. Хорошо. Как вы знаете, мы хотим предлагать систему для бизнеса среднего размера, для того, чтобы это было возможно. Предоставляем это B2B, мы продаем зеленую энергетику от солнечных установок, от ветровых установок, для промышленных производств и для других конечных потребителей. И по мере того, как мы делаем это для предприятий малого и среднего бизнеса, для них очень сложно получить финансирование от финансовых организаций. Мы создаем, поэтому предлагаем системы, которые позволяют получить... Мы их называем DeCarbo. Это установки по снижению CO2. Это своего рода залог, залоговое обеспечение, которое можно использовать для банка. И за счет этого привлечь финансирование, наличный кредит, используя примерно до 77% от будущих затрат CO2, которые будут генерированы в ближайшие 10 лет. И мы полагаем, что данный механизм позволит среднему бизнесу получить необходимое финансирование, денежные средства для того, чтобы фондировать потом выработку электроэнергии за счет ветра, за счет солнца и так далее, и так далее. И я полагаю, что у нас есть уже три различных типа лучших технологий по выработке электроэнергетики, использование ВИА для выработки электроэнергетики, технологии хранения, связывания углерода. Это вот то, на что может использоваться данный подход по залоговому обеспечению кредитования со стороны банка второго уровня. Это то, что мы называем ДЕКАРБА, для того, чтобы оплачивать строительство данных станций, данных установок. Ажамар, насколько вы уже продвинулись в этом направлении? Такие установки уже действуют? Но пока это только наша идея, и наши специалисты работают над созданием данной платформы. Мы создаем группу зеленых инвесторов, инвестиций. Мы также работаем с Евразийским экологическим фондом, работаем также с местными банкирами, инвесторами, которые реально думают над этим. Но это действительно здорово. Что вам для этого нужно? Или у вас уже все есть необходимое для того, чтобы этот проект запустить? То, что нам нужно, это, во-первых, для того, чтобы будущее сокращение выбросов СО2 рассматривалось с банками второго уровня в качестве достаточного залога, достаточного обеспечения под кредиты. Это первое, что нам нужно. И, во-вторых, нужно привлечь больше инвесторов в нашу платформу. То есть вам нужно продвигать, вам нужно повышать информированность об этой платформе, чтобы Казахстан и мир знал об этом. Да-да-да, конечно. На самом деле, это отличная инновация. Я, кстати, ознакомился с документами, которые Жан-Марта заранее выставил. Мне было крайне интересно. Поэтому это, наверное, как раз будет и частью ответа на тот вызов, о котором говорил Ян Вильям и Виктор. Да, я понимаю, что организаторы нам сигнализируют, что нужно уже заканчивать. Меня буквально чуть ли не молотком по голове бьют. Поэтому последнее слово всем участникам, за исключением Аллы. Я обязательно подвергну перекрестному допросу. Вот учитывая, что у вас крупная компания, вот эти конкурентные преимущества. Как вы можете поделиться этим с нашими участниками? Вот конкурентные преимущества именно в Казахстане, потому что казахстанскую экономику нужно передвигать к низкоуглеродному производству. Что нам нужно делать? На чем нужно работать? Это больше таких платформ, о которых говорил уже Марс, это действительно отличная идея. Это создание и расширение, углубление уранового рынка. Это совместные предприятия, зеленые инвестиции. Что нужно делать конкретно? Я понимаю, что времени мало, и это вопрос очень большой, и дискуссия у нас сегодня, которая состоялась, показывает, что все уже начинают об этом думать, и не только думать, но и говорить, и действовать для того, чтобы идти в это будущее, которое уже на самом деле является настоящим для многих. Казахстан — это, конечно же, страна, и Виктор также об этом упоминал. Казахстан уже сделал несколько шагов, и это нужно признать, и этому нужно аплодировать. Казахстан уже принял критические шаги для того, чтобы добиться этой цели углеродной нейтральности. Total Energy у нас также есть амбиция для того, чтобы стать игроком мирового класса по энергетическому переходу. Я говорю об этом, что в Казахстане энергетический переход будет ключевым. Конечно же, сегодня Казахстан зависит от нефти и газа в значительной степени, но, тем не менее, можно сказать, что это также отличная возможность для того, чтобы привлекать нужный объем инвестиций, для того, чтобы обеспечивать строительство зеленой экономики, будь то в ВИА, будь то в другие источники, альтернативные источники энергии, включая ядерную энергетику, почему бы и нет? Потому что нужно быть прагматичным. Здесь зеленая экономика. Для зеленой экономики должны быть и денежные стимулы, и эти деньги должны откуда-то поступать. И конкурентным преимуществом для Казахстана является то, что есть доходы, которые можно инвестировать в зеленую экономику. У Казахстана деньги есть для этих инвестиций. Еще одним преимуществом, и Казахстан, и мы это также видим, это является свидетелем этого на ежедневной основе, Казахстан уже запустил конструктивный диалог с сопреприятиями, с компаниями, недропользователями по всем секторам, о том, как выстраивать регулирование, как выстраивать законодательство, и как делать это более привлекательным для развития зеленой экономики, для достижения углеродной нейтральности. Что касается нефтегазового сектора, то у нас, в принципе, есть уже рамки для проведения дискуссий с уполномоченными органами. Я являюсь сопрепредседателем рабочей группы по низкоговородному развитию с Министерством экологии, и мы предлагаем свои идеи, свои данные, свои наметки. У нас очень интересный диалог складывается с уполномоченными органами. Что нужно делать по вопросам регулирования? Например, от сопряжения, мониторинга, верификации системы отчетности с международными стандартами, также сопряжения механизма ITS-B с международными стандартами, со стандартами ЕС, а также иметь возможность продвигать ВИА через регулирование для того, чтобы делать ВИА более привлекательным, одновременно также и разрабатывать технологии и решения связывания и хранения углерода. Все это обсуждается. Казахстан здесь абсолютно открыт, поэтому есть политическая воля здесь, сильная и мощная политическая воля, что делает Казахстан достаточно здесь продвинутым в этом направлении. Хорошо, спасибо. И вот последний раунд комментариев от участников, от спикеров. Камила, от имени Казахстан Прома, с точки зрения Казахстана Прома, что вам необходимо? Что необходимо делать? Вот буквально 20 секунд вам на ответ. Да, конечно. Ну, во-первых, нам необходимо, а также и у нас внутри, мы должны соответствовать компоненту 1, 2, 3, для того, чтобы переходить к этому механизму углеродного налогообложения. Второе, также у нас EG-фокус, а также, как Алан сказала, я полностью соглашусь, также мы должны рассматривать практические последствия и практические уроки ежедневной операционной механизмы, которые позволят нам реализовывать это в течение лет и быть последовательным. И также второе, мы работаем над общей ядерной энергетической концепцией. Как вы сказали, есть и за и против, и многочисленные за и против, но нам необходимо также посмотреть и взвесить, как это все будет выглядеть. И мы следуем этому всему и активно участвуем в обсуждениях по нашим международным схемам. Хорошо. То есть мы увидим от Казатом Прома очень много новых проектов и новшеств. Да, абсолютно по ESG. Также мы САП свой план реализовали после того, как мы вышли на IPO, первичное размещение капитала. Мы теперь идем на биомассу, мы также смотрим на экологические последствия, и мы, в общем, рассматриваем общую картину того, как мы можем сокращать наши выбросы, и решением здесь может быть ядерная энергия. То есть МФЦА, представитель МФЦА, поговорите с Канилой о зеленой облигации от Казатом Прома, может быть, в следующем году, просто в качестве идеи. Жамар, что вам нужно? Регуляторные изменения, законодательные изменения, что вам нужно? Как мы можем обеспечить так, чтобы вы были успешными? Ваш успех. Но, как вы знаете, структура энергогенерирования в Казахстане 70% зависит от угля. И это сокращает нашу возможность интегрировать и выпуск электроэнергии от ВИА. Тоталь также знает об этом ограничении со стороны нашего оператора электрических сетей. Поэтому для нас проблема по выработке электроэнергии ВИА – это от бизнеса к бизнесу, B2B, не через национальную систему электросамбжения, а напрямую от производителя к потребителю. И находить решение, как мы можем тогда потом удовлетворить потребностям также и системного оператора с точки зрения непроисказуемости и вариабельности выработки электроэнергии от ВИА. Что нужно делать для того, чтобы у системного оператора не было вопросов и не было проблем с перепадом энергомощностей в сети. Это вот то, что нам нужно. Хорошо. Ян Виллин, в Европе очень много чего происходит. Вы говорили о углеродном совете. Какие для Казахстана тогда есть возможности? Да, вы упомянули о углеродном рынке. Но что еще Казахстан может делать? И что может быть интересным? И что может быть фантастичным? Да, вот мне хотелось бы подчеркнуть еще один момент, что у Казахстана есть уникальная возможность для того, чтобы свою систему торговли квотами сделать более мощной и более действенной. Также и улучшая общую экологическую целостность, для того, чтобы цели были достаточно жесткими. И тогда мы только получим результат. Если цели будут жесткими, а не легко выполнимыми. Здесь нужно балансировать также, конечно же, интересы экономики и вопросы сокращения выброса углерода. Здесь очень многое, что нужно будет менять. И затем мы после этого, конечно же, получим реальную цену углерода. Когда мы реальную цену углерода получим, тогда и перспективы для ВИА и других низкоуглеродных технологий станут тогда более интересными для коммерческого сектора. И здесь мы уже можем тогда получить возможности для эмиссии облигаций со стороны коммерческих эмиссентов под коммерческие проекты. Это вот то, что необходимо изменить. Но давайте не забудем еще об одном аспекте. Когда квоты начнут торговаться, и когда государство начнет получать фискальный доход, который можно будет использовать, для того, чтобы решать социальные вопросы, которые будут возникать в результате этого перехода. Спасибо. Да, вот вы очень правильно также и упомянули вопросы социального характера. Хотелось бы также упомянуть, что Европейская комиссия в апторнике также заявит, сделает заявление о социальных вопросах о зеленой таксономии. Здесь очень много есть интересного для Казахстана. Я думаю, Виктор, возможности, что вы здесь видите в качестве возможностей? Конечно, что можно делать и что будете делать вы? Какие возможности вы имеете в виду? Например, первое, что вы имеете в виду? Я хочу, чтобы у меня завтра с утра был большой зеленый рынок в Казахстане. Но это отлично, но, конечно, так быстро не произойдет. Самая большая возможность, я бы сказал, это доступ к международному рынку капитала, если говорить все откровенно. Может быть, это не оптимистично прозвучит, но компании, которые будут здесь играть, будут выходить на этот рынок, которые будут готовы к углеродному рынку, которые будут реализовывать стратегии снижения углерода, у них, наверное, будут для этого возможности, опять же, если у нас будет обеспечен доступ к международному рынку капитала. Это, наверное, может быть, не звучит фантастично. Я здесь не говорю о каких-то фантастических целях. Такова реальность. Она достаточно может быть серая, но если компании не будут выполнять и не будут ставить для себя цели снижения углерода, то они потеряют доступ к международному рынку капитала. Также вот обязательства – это и риск. Что касается обязательств к 2030 году различных стран, различных компаний, их нужно мониторить. Эти цели, эти обязательства и Казахстан, и центрально-азиатские страны должны изыскивать для себя возможности из этих изменений. И работа по таксономии. Мы сейчас работаем над общей таксономией между Европой и Китаем. Эта таксономия также даст нам направление, рекомендации о том, где находятся наименьшие риски. И что сократит также и негативный риск государственного вмешательства. Это касается и Казахстана. Также в Казахстане разрабатывается таксономия. Сейчас 20 стран, которые работают над таксономией, помимо Китая и Европейского Союза. Поэтому тематика такова. Нужно восстанавливаться и восстанавливаться лучше, и восстанавливаться устойчиво. Не надо оборачиваться назад, нужно смотреть вперед. Устойчивое развитие, устойчивая экономика для наших детей. Где мы получим экономику, но также и мир, в котором всем хотелось бы жить. Большое спасибо. Большое спасибо за отличное выступление. Хотелось бы пожелать вам всем успехов в том, чтобы трансформировать Казахстан и трансформировать мир. Спасибо. Спасибо большое, Шон, за хорошую модерацию и хорошие вопросы.